Всем привет! Вас приветствую Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем и у нас продолжается драг битва тазов и сегодня я вам расскажу покажу у нас сегодня головка блока для ВАЗ 206 турбо Николая то есть она уже доработанная обслуженная сейчас как раз уже Николай приехал за ней сейчас я вот это снимаю эту серию и сразу ему ее отдаю тема сегодняшняя у нас будет такая зачем нужно дорабатывать каналы в головке блока для турбо то есть многие думают если турбомотор то значит турбина и так все задует в двигатель типа смысл там что-то дорабатывать по тем каналам но дело в том что турбина может и задует но дело в том что выпускной канал так и останется зажатый и соответственно нормально оттуда ничего не выйдет а на турбомоторе соответственно объем заряжаемый в цилиндрах будет больше соответственно количество отработанных газов будет больше и соответственно его нужно будет как-то еще улучшать продувку на выпуске чтобы ему легче было освобождаться а именно мы строим на базе у вас классики то есть соответственно у классики как я неоднократно говорил выпускные каналы очень перезажаты даже для обычного стандартного двигателя не говоря уже про боевой турбовый двигатель соответственно здесь был доработан и впуск у нас 33 то есть по всей длине и выпуск 30 точно такая же доработка как и у юрия то есть на атмосферной 2106 я эти головки блока доработал одинаково для того чтобы они были в равных условиях чтобы не ну грубо говоря как бы тоже от меня было зависело я сделал чтобы им было одинаково то есть по пропускной способности ну а то же все остальное грубо говоря будет зависеть от них поэтому я же говорю неважно турбовый сатма или стандартный двигатель обязательно нужно дорабатывать каналы я живу тем более у турбового двигателя для того чтобы раскрутить турбину надо обязательно чтобы была продувка продувка именно двигателя и соответственно было давление выхлопных газов на выходе для того чтобы опять же раскручивать выпускную часть турбины которая в свою очередь будет раскручивать впускную и создавать давление потому что мощность двигателя турбового турбового двигателя зависит от вырабатываемого кпд изначально самого двигателя грубо говоря вы на атмосферных двигателя прикручиваете турбину и от того насколько он мощный будет зависеть и коэффициент прироста мощности уже допустим двигатель 1.6 сможет создать такой коэффициент кпд там и выхлопные газа в определенной допустим а двигатель 4 литровые соответственно в разы больше и сможет турбины сильнее раскручивать допустим почему роторный двигатель вроде маленькие объемом но они могут раскручивать больше большие турбины только за счет того что у них большой коэффициент кпд большое количество возхлопных газов и не могут раскручивать Потому что турбину Некоторые думают, сейчас я прикручу большую турбину К примеру Большую турбину надо еще раскрутить Тоже Для этого, допустим Есть такая поговорка Хорошая турбо это надутая атма То есть злая атма Потому что для того, чтобы хорошо раскрутить турбину Надо и распредвал Но мы пока начнем со стандартного распредвала А дальше уже это дело Все пойдет и пойдет Обязательно нужно дорабатывать Каналы в головке блока Потому что Без этого нет смысла Во-первых, так же и помимо выпусков Пуск так же само Завод он весь такой кривой А турбине нужно дуть равномерно По всем цилиндрам Чтобы это все дело хорошо наполнять Так что уже все у нас голова готова Сейчас я отдаю Николаю Он ее прикручивает на двигатель И уже может дальше продолжать сборку Посмотрим кто же все таки И быстрее соберет У Николая сложнее проекты Больше там нюансов По навесному Коллектора Он сейчас варит коллектора Вот как раз приехал ко мне То есть уже с поваренными коллекторами То есть для впуска, выпуска То есть под турбину Много навесного Там и маслослив он делает Эти все нюансы Я потом уже покажу Когда это все будет собрано У Юрия просто как бы надо собрать И грубо говоря Как обычный двигатель собирается Просто все скрутить вместе Но посмотрим Кто Как вы видели в предыдущих видео Они сейчас на данный момент Так сказать в равных условиях То есть и там и там Не собран Но посмотрим Кто из них быстрее соберет И это все дело заведет И поедет Так что Кому понравилось данное видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Кто еще не подписался Жмите на колокольчик Чтобы получать уведомления В новых видео Всем спасибо за внимание Всем до свидания Субтитры сделал DimaTorzok